Мы следуем той задаче, мы строим мосты обмена культуры, знаний студентами. 13 октября в Институте международных отношений Казанского федерального университета начался третий международный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Ежегодно в нем принимают участие послы ряда государств, представители вузов, академических институтов, министерств и ведомств. Казань оказалась действительно пионером в сфере взаимодействия с африканским континентом именно по направлениям образования, науки, культуры, экономики. У нас есть форум «Россия-Африка», общероссийский и мировой форум, который прошел в Сочи в 2019 году. Но Казань очень быстро и очень оперативно подхватила эстафету и проводит гуманитарную составляющую этого форума, я бы сказала, здесь у себя уже в третий раз. Работа Международного научного форума предполагает очное участие и онлайн-версию для тех участников, которые не смогли присутствовать из-за приостановки воздушного сообщения между странами, а также для желающих присутствовать на конференции в онлайн-режиме. Программа разделена на секции, где выступят преподаватели и представители институтов, обмениваясь опытом и знаниями со своими коллегами и студентами. Уже третий год, как я участвую на этом мероприятии, и у меня всегда там были выступления. Насчет темы, это у меня касается темы диссертации, я являюсь не просто преподавателем в Исламском институте, я тоже здесь эсперантка в КФУ и пишу диссертацию по лингвокогнитивной, анализ лексема ДОМ по французски, русски и арабски, на материале пословица. За время своего проведения форум стал одним из заметных событий в российском научном пространстве. Он полюбился как профессорско-преподавательскому составу, так и молодым студентам, которые считают важным проводить такого рода форумы для укрепления связи и обмена знаниями и опытом с гражданами других стран. Это мой первый раз участие в таком форуме, но для меня как арабиста, востоковеда, это очень интересно. Я думаю, что сегодня многие студенты и многие участники форума, наши преподаватели поделятся огромным опытом в этой области. Я очень рада побывать на таком мероприятии как участник. В ближайшем будущем планируется открытие африканского кабинета, а также изучение языков континента Африки. Адалина Абдрахманова, Никита Акиншин, Универньюз.